Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим пирожное снежинка с вишней. Невероятно нежное и вкусное! Всем рекомендую приготовить! Не забывайте, что рецепты на канале Готовим с Любовью и видео на семейном канале Дружная Семья выходят ежедневно, каждое утро! Не пропустите! Сначала нам нужно приготовить бисквитное тесто. Вам нужны будут следующие продукты. 4 яйца категории М, 120 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара весом 10 граммов и 100 граммов муки. Как только начинаю готовить бисквитное тесто, сразу же включаю разогреваться духовку. Высыпаем 4 яйца, сахар, ванильный сахар и взбиваем яйца с сахаром до пышности. По времени это займет 5 минут. Смотрите, яйца с сахаром взбили в пышную массу. Теперь добавляем муку, заранее просеянную, и вымешиваем. Стараемся мешать в одном направлении. Бисквит готовится без разрыхлителей. Главное, хорошо взбить яйца с сахара. И теперь хорошо вмешать муку. Теперь берем большой противень, размер его 30 на 40 сантиметров. Выливаем тесто. Противень я застелила пергаментной бумагой с силиконовым покрытием, поэтому бумагу я не смазываю ни сливочным, ни растительным маслом. Если у вас обычная, недорогая бумага, смазывайте растительным маслом. Духовочка хорошо разогрета. Бисквитное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Бисквитный корж выпекался 17 минут. Немножко остыл корж. Теперь смотрите, показываю, как легко снимается пергамент. Без всяких либо усилий. Яйца у меня домашние, поэтому корж бисквитный желтый, яркий. Красивый получается. Не нужно никаких красителей добавлять для желтизны. И перекладываем снова корж на пергамент. Готовим вишневую начинку. Вишневый конфитюр. Вам нужны будут следующие продукты. 200 граммов вишни. Я уже ее разморозила. 2 столовые ложки сахара. 1 чайная ложка картофельного крахмала. И 20 граммов воды. 20 миллилитров. Вот, сразу же растворяю крахмал в воде. В сотейник перекладываем в вишню. Высыпаем сюда сахар и ставим на огонь. Как только вишня закипела, сахар растаял, мы еще раз перемешиваем крахмал. Вливаем в массу и варим до загустения. По консистенции получается у нас масса как кисель. С целой вишней. Выключаем огонь. Вишня готова. Смотрите, какая красота. Очень аппетитно. Прекрасная начинка в наши пирожные. Эта начинка должна полностью остыть. Моей семье очень понравились порционные пирожные. Поэтому я беру свое кольцо в диаметре 8 сантиметров. И выдавливаю круглые. Остальное я измельчаю все в крошку. Можно просто бисквитный корж порезать на квадратики. С обрезков коржа я сделала мелкую крошку в комбайне. Вишневый конфитюр у меня остыл. Теперь готовим крем. Нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов жирных сливок. Не меньше 33% жирности. И 80 граммов сгущенного молока. Как только слегка начали густеть сливки, добавляем хоть чуть-чуть гущёное молоко. Этот крем по вкусу напоминает потаившее мороженое пломбир. Готовится пару минут. Главное, этот крем не перебить. Ещё чуть-чуть. И крем готов. Гущеет, гущеет. Хороший, нежный крем. Прекрасно подойдёт этот крем к нашему десерту. Начинаем сборку пирожного. Значит, смотрите. Насадочка-звёздочка. Заправила в одноразовый кондитерский мешок. И вот по кругу делаем бортик. Без пропитки пирожное. Почему? Потому что у нас внутри будет конфитюр. Который я сделала жидкий, как кисель. И он прекрасно пропитает наш бисквит. Вы видите? Какая у нас чудесная начинка. Вообще будет просто супер пирожное. Теперь берём и сверху накрываем. Теперь с краю наносим крем. Сейчас я лопаточкой просто потом разровняю. Я не весь крем заправляла в одноразовый кондитерский мешок. Чтобы крем лишний раз не подтаивал. И теперь хорошенько вот так смазываем этим кремом бока пирожного. Понимаете? Пирожное небольшое. Но оно настолько нежное и вкусное. Не жирное. Ну, в общем, нам нравится. Надеюсь, и вам придётся по вкусу. Теперь берём и со всех сторон вот аккуратненько вмокаем в крошку. Видите? Обкатываем в крошки. У нас получается девять пирожных. Восемь одинакового диаметра. А девятый немного меньше. И теперь смотрите. Красиво кремом по кругу. Вот так украшаем наш десерт. Половину пирожных я оформила кремом. Вторую половину поливаю белым шоколадом. Взяла 20 граммов белого шоколада. Растопила импульсами в микроволновке по 30 секунд. Добавила одну чайную ложку растительного масла. И вот так покрываем наши пироженки. Новогоднее пирожное получилось очень вкусное. Нежное, мягкое, в миру сладкое. Обязательно приготовьте, не пожалейте. Прошел всего лишь час после приготовления пирожного снежинка. Но я хочу его уже попробовать. Не могу удержаться. Давайте продегустируем. Все-таки. Я люблю сочетание сливочного крема и вишневого конфитюра. Бесподобное сочетание. Выигрышные. По вкусовым качествам. Очень и очень нежное пирожное. А вишня такая сладкая, ароматная. Едва легкая кислинка. Настолько вкусно, сочно, нежно. Я даже не могу подобрать слово. Вы посмотрите. Вкуснота непередаваемая. Именно конфитюр делала не густой, а такой сочный, чтобы он хорошо пропитал бисквит. Просто волшебный десерт. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok